Лучше один раз увидеть. Более 50 молодых вологжан побывали с экскурсией на базе подразделения Вологодского ОМОНа. Необычный визит стал частью большой дискуссии о служении Отечеству. Именно этой теме была посвящена вторая площадка молодежного духовно-просветительского форума, который в эти дни проходит в Вологде. Подробнее Мария Суворова. Принесение службы в составе автопатруля. Дополнительно у него складывается приклад. Еще на этот пулемет можно закрепить фонарик. Это поможет патрульным в ночное время. Современные виды пистолетов, автоматов и другого оружия ребятам показывают на базе Вологодского подразделения ОМОН. Обычно закрытые для посторонних двери открылись специально для участников молодежного духовно-просветительского форума. Ведь одна из его тем – это служение Отечеству. Здорово, что вот эта площадка служения Отечеству, она стала самой популярной. И поступило множество заявок на участие в данной площадке. Надо сказать, что сюда попали счастливчики. Не всем удалось сюда попасть. А те, кто попал, своими глазами увидели, из чего складываются будни полицейских. Участники форума заглянули в тренажерный зал, тир, зал для борьбы и силовых тренировок. Физическая подготовка в ОМОНе – это часть ежедневной работы. Так же, как и постоянные командировки, в которых они всегда рискуют. Сотрудник подразделения, он нашего, он не по наслышке знает, что такое любовь. Так как он ездит в длительные служебные командировки, проходит боевые точки. И вот, когда на расстоянии, это очень чувствуется. Любовь к семье, любовь к родине, любовь к Отечеству. Этот разговор об общечеловеческих ценностях – основная составляющая форума «Наставничество и молодежь», который открылся в Вологде 29 сентября. Его организовал молодежный центр «Горком-35» при поддержке городских властей Вологодской епархии, чтобы молодые вологжане и эксперты могли обсудить проблемы семьи, наставничества и служения Отечеству. То, что героями не рождаются, а становятся во имя любви к родине, об этом тоже говорили на форуме. Вспомнили, например, подвиг вологжанина Александра Панкратова, закрывшего собой пулемет в далеком 41-м году. Продвижение солдат под шквальным огнем без многочисленных потерь было невозможно. Тогда политрук Панкратов рванулся к прорывскому пулемету и закрыл его с собой. Это позволило получить бойцам несколько секунд для решающего броска. Другой пример служения – фигура Сергия Радонежского к 700-летию, со дня рождения которого и приурочен форум. Из летописи известно, подвижник никому не отказывал в духовном поучении и подаянии. И такая помощь в обычной жизни – это тоже своего рода подвиг. В детстве, как мне сказала мама, когда я еще был пятилетним, я мечтал быть простым дворником. Понимаете? Чтобы простым людям было хорошо ходить, посыпать дорожки песком, чтобы они не падали. Вот насколько вот эта любовь к людям должна быть в каждом из нас. Я всегда почему-то думала, что это просто когда мужчины служат в армии, но сейчас я понимаю, что и мы тоже служим, когда помогаем близким и вообще даже другим людям. Также все участники форума возложили цветы у памятника ОМОНов с сын погибшим в горячих точках и почтили память тех, кто отдал жизнь за родину. Продолжит форум «Наставничество и молодежь. Разговор о семейных ценностях. Итоги подведут на закрытии 6 октября».